Кто ответит за грязь? Срубленные ветки и деревья нельзя складировать на контейнерной площадке. Тем не менее, это правило некоторые управляющие компании игнорируют. Так вдоль улицы Воробьевская, рядом с домом 27, обрезку деревьев провели, но часть веток принесли к мусорным бакам. Это заметили бдительные жители и позвонили в администрацию городского округа. Нами было принято решение выехать сюда с Адмотехнадзором, запротоколировать все вот это происходящее и выяснить, найти виновного. Виновный это, мы понимаем, что это управляющая компания местная, на что Адмотехнадзор составил какое-то правонарушение о привлечении их к административной ответственности. Соответственно, для начала они их вызовут, разберутся в той или иной ситуации и уже будут принимать какие-то меры. На контейнерную площадку несут обрезанные деревья и жители частного сектора. В этот раз мужчине пришлось дерево забрать домой. Если у вас есть своя частная территория, то есть большой огонь не надо устраивать, но небольшие кусочки веток вы можете сжигать у себя в бочках. Если у вас накопились много веток, то вы можете заказать себе бункер восьмикубовый, соответственно, вывезти его со своей территории. На улице Воробьевска есть еще одна проблема. Особенно после дождя к контейнерной площадке трудно подойти. Необходимо здесь все заасфальтировать, чтобы было волн и не собиралась здесь вода. Набирается так, чтобы к контейнерам не подойти вообще. Очень плохой подход. И все. Ну, а что еще? Смотрите сами. Тут вот они, одни лужи. А вот сейчас еще только чуть-чуть прошел дождь. А когда его льет и льет, то тут вообще поток целый. Что касается сброса обрезанных деревьев в неустановленном месте, этим вопросом занимается Госадмтехнадзор. После того, как установят, какая управляющая компания подбросила обрезанные деревья к мусорным бакам, на коммунальщиков наложат административный штраф. Полина Иноземцева, Евгений Шевченко. Программа События.